Обыкновенная прогулка для семьи Чеченевых каждый день превращается в серьезные испытания. Валентина Петровна – инвалид второй группы. В октябре прошлого года ей ампутировали ногу. С тех пор без посторонней помощи она не обходится. Каждый вечер я ее прогуливаю. У меня уже нет сил, потому что мне уже 58 лет. Власть наша мне не хочет ни в чем помочь. Нам с ней нужно сделать пантус. Все, больше мне ничего не нужно. В подъезде дома номер 8 по улице 3 Степная, где женщина-инвалид проживает с супругом, нет пантуса. О просьбе установить его дочь Елена в управляющую компанию обратилась сразу, но там ее отправили в городской комитет по ЖКХ. Обратились с писемным заявлением в данную инспекцию. Нам прислали в декабре письмо, что будет замер сделан. В декабре приходил замерщик, замерил на первом этаже замеры. Обещали к весне 2022 года установить пантус. Проходит весна, никакого пантуса нет. Звонили в ЖКХ, ответ был – ваши документы потеряли, ищем. Конструктив подъезда. Получается, что там пантус невозможно установить, потому что он не драмативно в состоянии, то есть достаточно высокий угол будет. Поэтому там скорее возможность будет сделать приставное такое. То есть откидная есть платформа, которая позволяет при необходимости спуститься на этом. Но вот сейчас как будут готовы документы, мы дальше продолжим работать с этим адресом. Заключение должно выдать Министерство строительства и ЖКХ области. Несмотря на то, что спустя полгода документы до ведомства все же дошли, проблему Валентина Чеченевой это не решила. Ее вновь отправили туда, откуда все началось – в управляющую компанию. Нужно провести собрание собственников для того, чтобы установить пандус, чтобы одна треть, по-моему, жильцов была «за». Я помогу вам собрать подписи, хотя это, в принципе, не моя работа. Но у нас никакого собрания с декабря месяца не было, потому что я приезжаю к родителям часто, по два-три раза в неделю, ни объявлений, ничего не было. К тому же номера «мамин, папин мой» есть, по-моему, уже во всех бумажках, мне кажется, его все знают уже наизусть. Обслуживанием дома занимается ООО «Дома-контакт». В часы приема на месте, кроме секретаря, нет никого. Да и юрист компании в разговоре с Еленой Чеченевой не раз давала понять, что они эту проблему решать не намерены. В роли подрядчика, управляющей компанией, выступает организация со схожим названием. Юридический адрес у них один, Благодарова шесть. Разница лишь в слитном и раздельном написании. Ее директор – депутат городской думы Алексей Сидоров. Известность он получил как спарринг-партнер Романа Бусыргина на праймере с «Единой России» по выдвижению партийного кандидата в губернаторы. Про господина Сидорова также известно, что он входит в бизнес-окружение Андрея Андрющенко, в прошлом руководителя управления Росприроднадзора по Саратовской области. В июле 2019 года он был признан виновным в получении взятки. Сын Андрющенко Владислав наряду с Сидоровым и Любовью Ефремовой является соучредителем ООО «Дома контакт». В соорганизаторах управляющей компанией фигурирует Светлана Андрющенко и еще один городской депутат Игорь Фомин. О том, чем занимается компания Алексея Сидорова, рассказывает его помощник. Он работает не в УК «Дома контакты», он работает в ООО «Дома контакт». Это схожее название, и он не собирает деньги жильцов. Он, как сказать, занимается посреднической фирмой между УК. Его нанимают и он обслуживает, он везет только сантехнические, кровельные, ремонтные работы, его фирма занимается. Но с жителями он никак не соприкасается, он не выпускает ни платежки, он ничего не делает. Соприкосновения с жителями все же есть. Алексей Сидоров был избран в Думу от округа, в котором живет семья Чеченевых. Чем не повод проявить полезность для избирателей и оказать поддержку семье инвалида. Встречался я с ним возле нашего дома. Делали крышу, и он приходил. Ноябрь был, зима была. Он мне сказал, иди туда, делай то. Я сделал все, послали меня дальше. Ну, короче, и вернулся к труду своему. У меня только остались одни слезы. Между тем, 14 июля семья Чеченевых попытается в суде обязать управляющую компанию установить в доме пандус. Депутат Сидоров в своем телеграм-канале в переписке с дочерью инвалида написал, что обязательно будет следить за ходом процесса. Посильная помощь от депутата.